всем привет рулетик приготовленный в домашних условиях из тонкого сала отличная альтернатива колбасе вкусный компонент для бутерброда и приятное дополнение к борщу а если еще к борщу взять кусочек ржаного хлеба и натереть его зубчиком чеснока друзья ну это просто объедение такой рулет получается очень нежный аппетитный и сочный давайте же начнем приготовление для начала я мелко нарезаю ароматный укроп далее возьму болгарский перец его мою очищаю от семян и нарезаю подготовленный фарш у меня фарш состоит из бедра индейки можно взять куриный свиной любой фарш берите фарш отправляю подготовленный укроп соль и приправу для шашлыка если у вас нет приправа для шашлыка замените любой приправы для мяса сюда же я добавлю один стакан гречи гречи предварительно отварила еще раз все хорошо перемешиваю если мне будет не хватать соли соли я добавляю и при желании сюда можно добавить немного черного молотого перца начинка готова и я ее отставляю займусь салом кусок тонкого сала промываю обсушую бумажным полотенцем и на нем делаю неглубокие надрезы крест-накрест далее на кусок сала отправляю чеснок его пропустила через пресс черный молотый перец соль у меня соль желтая потому что она сванская и молотую паприку все специи очень хорошо растираю руками по поверхности сала и сюда же добавляю начинку начинку распределяю тонким слоем все это делается очень быстро а в итоге друзья получается очень очень вкусно ароматы сейчас стоят на кухне превосходные мне уже хочется быстрее взять свернуть все отправить в духовку и скушать а теперь осталось дело за болгарским перцем болгарский перец для такого рулета лучше брать красного желтого или оранжевого цвета чтобы рулет у вас был намного красивее перец я раскладываю по куску сала а затем всю эту красоту необходимо мне свернуть в рулет конечно же все это у меня не обошлось без помощи мужа так как мне все-таки одно это было сделать сложновато муж мне в этом помог и рулет у нас готов еще хочу вам сказать друзья когда вы будете выбирать сало берите чтобы сало было с мягкой шкуркой и рулет тогда у вас свернется быстрее готова рулет я обвязала шпагатом и сейчас его буду отправлять в пакет для запекания или рукав для запекания рукав для запекания я завязываю и отправлю всю эту красоту в духовку и еще вам хочу сказать если у вас нет пакета для запекания вы можете взять фольгу завернуть рулет фольгу и также отправить в духовку друзья получится не менее вкусно рулет у вас будет очень сочный и нежный подготовленный рулет я отправляю в предварительно разогретую духовку до температуры 180 градусов на полтора часа после этого я рулет из духовки достаю да ему и даю ему полностью остыть в пакете после этого отправляю в холодильник как минимум на четыре часа далее рулет из холодильника достаю нарезаю порционно и подаю к столу подавать я буду с зеленью чесноком бородинским или ржаным хлебом друзья но это же просто вкуснятина и еще кстати с малосольными огурчиками приготовьте вам этот рецепт понравится и пригодится и если вам понравился сегодняшний рецепт ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новое интересное видео а также готовьте как я готовьте лучше меня всем пока пока встретимся с вами в следующем видео всем приятного аппетита и вкусных вкусных блюд